Добрый день! Это Канон, программа для тех, кто её смотрит. С вами ведущий Дмитрий Менделеев, журналисты столичных изданий, а также студенты московских духовных и светских вузов. Сегодня мы обсуждаем так называемую проблему штрих-кодов, или, если быть точными, введение государственными властями системы электронного сбора информации о гражданах, присвоение им индивидуальных налоговых кодов и выдача карточек для расчётов с местными органами управления и социального обеспечения. И разобраться в этом сложном и подчас соблазнительном для верующих вопросе нам поможет почти постоянный участник нашей передачи, наместник московского Сретенского монастыря, архимандрит Тихон Шевкунов. Добрый день, Павел. Добрый день. Ну и позвольте мне начать прямо с того, что вызвало, наверное, самый большой общественный резонанс, это заявление Священного Синода Русской Православной Церкви по поводу как раз этих штрих-кодов. То есть в прессе что только не появилось после этого заявления, никаких только комментариев не сделали журналисты, начиная с того, что Церковь таким образом пытается уйти от налогообложения, вот, и заканчивая тем, что, так сказать, вот очередная попытка проявить себя, как-то утвердить свой статус в обществе. Что же на самом деле, какая необходимость побудила Священный Синод принять такое заявление? Священный Синод 7 марта принял заявление, которое называется «Уважать чувства верующих, хранить христианское трезвомыслие». Оно посвящено и действительно введению вот этих вот номеров ИНН в России, но и еще нескольким проблемам, в том числе, и с моей точки зрения, это главное, проблеме глобального компьютерного контроля, который сейчас обсуждается, конечно же, не только в Церкви, но и в светском обществе во всем мире. В связи с этой темой очень часто обсуждается вопрос о, так сказать, конце человеческой истории, о конце света, о пришествии Антихриста. А с чего, собственно, все началось, насколько я понимаю, с трех шестерок в этих кодах, да? Да. Хотя толком никто не понимает, что это за шестерки, на самом деле. Ну, мы сейчас попробуем разобраться. Давайте скажем сразу. У нас есть, у Церкви, есть слова Священного Писания. «Не наше время знать времена и сроки, которые Господь положил во власти своей». Никто, никто не может сказать, что вот именно с этой системой связан конец человеческой истории, трагические дни пришествия Антихриста, как исповедует эта Святая Церковь, что это, конечно, несомненно будет. Никто не может сказать, что нанесение штрих-кода является той самой печатью Антихриста, о которой говорится в Апокалипсисе. Никто не может сказать, что символические цифры три шестерки, которые есть в штрих-кодах и в вот этих вот смат-картах, которые тоже сейчас будут вводиться, они действительно есть, эти шестерки, мы сейчас на них посмотрим просто своими глазами. Никто не может сказать, что именно они являются тем самым апокалиптическим числом 666, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова. Но мы, православные люди, не можем, конечно же, не просто проигнорировать это, не обратить на это внимание. В каждом штрих-коде, в какой бы стране он ни был, какой бы травотовар он ни обозначал, есть некие удлиненные линии, три одинаковые удлиненные линии, на которые особо обратили внимание в первую очередь компьютерщики, и они заметили, что эти удлиненные линии являют собой подобие, я специально говорю, подобие цифр 6. То есть компьютер, считывающий устройство, скажем, в магазине, оптическое устройство, оно не идентифицирует их как шестерки. Оно воспринимает их как разделительные линии, необходимые для, так сказать, информации об этом товаре. Но, вот посмотрите на вот эту вот диаграммочку, на этот график, вот здесь вот обозначены компьютерные цифры, вот в данном случае графическое изображение шестерки, вот именно таково, вот две вот такие полоса, штрих-полоса, графическое изображение, простите, полоса, пробел, полоса. Вот именно эти цифры, это графическое изображение, и употребили как разделительную полосу, которая содержится на всех товарах. То есть графический символ соответствует цифре 6. Для всякого православного христианина, конечно же, это просто крайне неприятно, это оскорбительно. Вот почему, да, вот почему в среде верующих это вызвало такое бурление? Число 666, давайте напомним, как оно звучит в апокалипсисе Иоанна Богослова. Простите, я сейчас на память скажу, это не точное цитирование. И будет, что каждый, кто поклонится зверю, примет на себя печать, сознательно примет на себя печать зверя, печать антихриста. Печать эта выраженная числом человеческим, число это 666, пишет апостол Иоанн Богослов. И любой, кто не примет это число, не примет на чело свое и на правую руку число зверя, число 66, не сможет ни покупать, ни продавать. То есть полностью будет выведен из социума, полностью будет выведен из общества. Но поскольку именно в системе купли-продажи задействовано это число, то, конечно же, это не может не насторожить, скажем так, не привлечь внимания, естественно. Всякого человека, который читал апокалипсис, знает священное писание, и для кого это не просто, так сказать, памятник духовной культуры, а откровение, система купли-продажи. Отношения православных христиан к так называемым индивидуальным номерам налогоплательщика и штрих-кодам весьма неоднозначны, смогла убедиться я, побеседовав с верующими людьми. Каждому человеку дано при крещении имя, вот, а штрих-код это и есть номер. Опасность скрывается в том, что когда в этих кодах будет содержаться число 666, в этом будет опасность, потому что это число считается, как бы, вот, число дьявола. Это что три шестерки, что три девятки. Ну, нелогично. Я не знаю, как это объяснить, но я не верю. Ну, я не знаю, я не собираюсь эту карточку брать, понимаете? Зачем? У меня есть паспорт, есть и самое все. Я только слышал, что есть опасность. Если духовник не благословит, значит, я буду поступать, как мой отец духовный скажет. Я считаю, что православным людям нужно следить за обращениями нашего Синода, который, в общем-то, совершенно однозначно определил, что опасности такой нету, поскольку отречься от Христа можно только сознательным актом отречения. А через принятие какого-то там штрих-кода, в котором где-то там закодированы какие-то шестерки, в общем-то, отречься от Христа нельзя. Так вот, какое же принимает решение Синод в этой ситуации? При таких предпосылках и при явной уже нестабильности в среде верующих. Так вот, Священный Синод в самом названии, в самом названии, в самом названии своего заявления и говорит, обращаясь к государству, уважать права верующих и обращаясь к верующим, сохраняйте церковное трезвомыслие. Когда мы знаем, что священники отлучают от причастия тех, кто принял уже вот эти вот идентификационные коды, это просто безобразие. Никакого права священники на отлучение от причастия, на какие-то канонические прещения к людям, которые, так сказать, либо решились принять этот идентификационный код, либо по незнанию его приняли. Ну-ка, приняли это решение, во всяком случае. Или дали налоговый документ. Конечно же, конечно же, не имеют права. Другое дело, что вопрос... А что им делать теперь? Вот есть такие люди, и они уже интересуются. Конечно. Они попали в такую ситуацию. Так вот, Священный Синод взял сейчас на себя и обязанность, и ответственность решить этот вопрос с государством. Еще один вопрос, о котором, несомненно, надо говорить, когда мы касаемся этой темы. Это вопрос, который, с моей точки зрения, бесконечно более важен, чем вопрос о конкретных вот этих вот, так сказать, шестерках. Это вопрос о глобализме. Вопрос о совершенно новой мировой системе, которая грядет сейчас на человечество. Собственно говоря, мировое правительство уже существует. В Вашингтоне? Я не знаю. Я не знаю, где оно существует, но то, что оно существует, это действительно факт. Вы знаете, даже издается особый журнал Global Governments, глобальное управление. Я вам сейчас хочу привести одну цитату из совершенно недалекого от православия, от православного фундаментализма и прочей, прочей, прочей лица, который пишет о глобальной революции, которая грядет в мире. Пишет он в 1968 году, это Збигнев Бжезинский. Советник ни одного президента США. Человек, который был замечен Рокфеллером и выведен, что называется, в люди, был представлен в администрации президента. И с этого началась его, так сказать, уже не профессорская, а политическая карьера. Наша эпоха, пишет Бжезинский, не просто революционная. Мы вышли в фазу новой метаморфозы всей человеческой истории. Мир стоит на пороге трансформации, которая по своим историческим и человеческим последствиям будет более драматичной, чем та, что была вызвана французской или большевистской революцией. В 2000 году признают, что Робеспьер и Ленин были мягкими реформаторами. Это цитата не из, так сказать, там, Союза православных братств и прочих, так сказать, таких пререкаемых с точки зрения многих либералов организаций, а цитата советника президента в Соединенных Штатах Америки. А цель вот этого глобального управления, как пишут сами отцы глобалистики, в том, чтобы отменить суверенитет национального государства, того фундаментального правопорядка, мирового правопорядка, который признан всем миром со времен Вестфальского договора 1648 года, и заменить глобальное управление единого мирового правительства, о котором говорят уже совершенно открыто. Но уж в Европе, во всяком случае, мы просто наглаживаем. И мы можем сказать, что у этого мирового правительства есть свои финансы, в данном случае доллар. Это совершенно определенно. Есть своя армия, это НАТО, есть свой суд, Гаагский суд, есть единое пространство этого государства, объявленное сферой жизненно важных интересов. Правильно? Да вот. Есть, и, наконец, есть своя информационная, колоссальная информационная база, и создается свой глобальный тоталитарный контроль. Все четыре власти налицо? Все четыре власти налицо. Один из теоретиков вот этого глобального мирового правительства говорит, что если мы не будем контролировать каждого человека, мы своей цели не добьемся. Но система глобального контроля, как мы бы сейчас ее назвали, описана еще святыми отцами второго-третьего века, которые пишут, что всякий, кто поставит себе на чело и на правую руку вот эту вот печать Антихриста, связанную с цифрой 666, почему, мы не знаем, но, во всяком случае, так вот нам сообщено, связанная с цифрой 666, эти люди уже от Антихриста никуда не уйдут. В любом месте, где бы он ни был, этот человек будет идентифицирован и найден. И когда мы видим, еще раз повторюсь, простите, что сейчас происходит в действии некая цитата из Апокалипсиса, мы, конечно же, не можем не насторожиться, не можем не сказать об этом, об этом нашем знании, знании православных людей, всем, кто хочет нас услышать и хочет задуматься. Не можем не сказать, что никакого повода для паники не существует, православная церковь просто предупреждает о том, что пути осторожны. Здесь действительно заключена определенная опасность. Идея пожизненных ИНН возникла в странах Шенгенского соглашения. В 1985 году в Люксембурге был подписан договор об отмене пограничного контроля во имя единого общеевропейского дома. Отныне люди и товары на объединенном пространстве могут передвигаться беспрепятственно. А поскольку вместе с законопослушными гражданами пересекать границы могут и преступники, вводится мощная компьютерная система контроля, так называемая система информации Шенген. Создается гигантский банк данных, в котором хранится информация обо всех гражданах соглашения, что, по сути, заменяет бывший пограничный контроль. Присоединиться к Новому Союзу отказались Ирландия и Великобритания. Не все гладко получилось из Греции. Страна ведь хотя и демократическая, но еще и православная. Ведение электронной карточки вызвало в Греции бурю негодования. Элладская православная церковь в этой ситуации проявила принципиальность, что выразилось в послании Священного Синода, в котором говорится. Электронная система осквернена числом Антихриста — 666, поэтому верующим нельзя принимать электронные удостоверения. Правительство обязано обеспечить православных иным типом паспорта. Не менее сложным процесс ведения ИНН был и на территории бывшего СССР, на Украине, где из-за штрих-кодов прошло множество демонстраций, в результате которых православным удалось отстоять свое право по желанию принимать или отказываться от электронной карточки. Отец Тихон, Ваши фантазии на тему штрих-кода очень напоминают американский фильм «Враг государства». Не кажется ли Вам, что когда церковь впускается в рассуждение о штрих-кодах или отвечает на какие-то другие провокации, она отвлекается от своих насущных проблем? Существует, например, проблема на Украине церковного раскола, существуют проблемы в южных регионах России, где просто настоящая экспансия сектантов на данный момент наблюдается. Как Вы это прокомментируете? Я не думаю, что церковь отвлекается от насущных проблем. И если Вы говорите, что отец Тихон отвлекает, в данном случае, журналистов и телезрителей, то, может быть, Вы и не совсем правы. Ведь первые подняли этот вопрос около пяти лет назад афонские монахи. Люди, которые, кроме как духовной жизнью, собственно говоря, и не живут. Поймите, что это не каприз церковных людей и не некое суеверие. Это серьезная озабоченность. И всякий человек, который, ну, так сказать, заботится о своем спасении, о жизни церкви, ну, просто не может не обратить на это внимания. Мы бы с радостью занимались другими вещами и занимаемся или. Но проигнорировать полностью то, о чем мы сейчас с Вами говорили, я думаю, церковь не вправит. Отец Тихон, а стоит ли так сопротивляться созданию вот этого мирового государства, если, как бы, вся история к этому ведет, но все империи когда-либо прекращали существование. Может быть, пусть оно же поскорее будет созданное, тогда оно поскорее развалится. Раньше сядем, раньше выйдем. Да. Ну, вы знаете, что значит сопротивляться созданию вот этого мирового государства? Если это происходит, если к этому есть совершенно объективные какие-то предпосылки, объективные тенденции, конечно же, человечество не минует этот период. Но всякая неправда, которая исходит из тоталитарного государства, должна быть, во всяком случае, об этой неправде, должно быть заявлено церковью. Вот когда совершалась советская власть в нашей стране, патриарх Тихон выступил, хотя он понимал, что ничего уже не сделать, и что это, как бы, так сказать, тот крест, который должна будет нести Россия, он, несмотря ни на что, выступил со своим обращением и к православным людям, и анафематствовал советскую власть, и, так сказать, выступил с обращением к Совету народных комиссаров и прочее, прочее, прочее. Известны его эти заявления, известно его это обращение, хотя он прекрасно понимал, что на уровне государства он ничего не сделает. А вот на уровне человека, на уровне конкретного человека, когда конкретный человек будет противиться тоталитаризму, когда человек останется духовно свободен, вот это и была цель патриарха Тихона. Духовная свобода — это цель заявления священного синона. Никакой другой цели здесь нет. Свобода человека. Батюш, скажите, а разве есть что-то общее между навязанной необходимостью принятия этого кода, как необходимым для социальных благ, и выстратым конкретным решением каждого человека об отречении? Отречении от Бога, откречении от крещения? Совершенно с вами согласен. Святые отцы, и об этом говорится в заявлении священного синода, еще и еще раз напоминают. Та, по откровению Иоанна Богослова, по комментариям, которые есть на это откровение святых отцов церкви, говорится, что та печать, действительная печать Антихриста, действительно тот некий знак, который будет присваиваться каждому человеку, будет связан с конкретным отречением от Христа. Ничего чисто технического там не будет. Связано будет с конкретным отречением от Христа. Поэтому-то мы и говорим, что, конечно же, это не печать Антихриста. Репетиция. Какая-то, да, какая-то, мы не знаем. Опять же, я сейчас боюсь даже и, так сказать, говорить какие-то конкретные. То ли это репетиция, то ли это, так сказать, какой-то некий пролог, то ли это некое подобие, не знаем. Но, во всяком случае, то, что это, несомненно, необычайно похоже, по-моему, мы не можем отрицать. Спасибо. Скажите, если действительно вот эти цифры или вот эти символы свидетельствуют о том, что что-то такое приближается, может быть, действительно, там, времена Антихриста приближаются, может ли борьба с символами притормозить или отменить приход Антихриста? Что она даёт в этом смысле, как бы, вот именно в глобальном? Спасибо, очень хороший вопрос. Действительно, если человечество состарилось уже настолько, что готово к смерти, ничто эту смерть не остановит. Если же нет, у человечества есть ещё жизненные силы, то оно будет продолжать, так сказать, существовать. Для православного человека соединение его личности, скажем так, некое соединение его личности с конкретной, кощунственной для нас, сатанинской цифрой 666, просто, ну, скажем так, по минимуму крайне неприятно. Вот вы знаете, в Оптиной пустыне произошло убийство несколько лет назад, и сатанист использовал для этого, так сказать, некий нож именно с этими цифрами. Когда оскверняют храмы православные, то именно эти цифры пишут на стенах храма. И если мы берём удостоверение личности, каждый православный человек берёт удостоверение личности вот с этими кощунственно, явно кощунственно введёнными цифрами, то это как минимум воспринимается нами как просто оскорбление религиозных чувств. С другой стороны, мы понимаем, что если сейчас мы это проглотим, просто проглотим, то следующий, так сказать, следующий этап кощунств, следующий этап противодействия антихристианских сил церкви будет ещё более значительным. Поэтому, поэтому, ну, просто нам неприятно, ну, представьте себе, что вы должны каждый день соприкасаться с, там, я не знаю, с трамвайными билетами, на которых нечто кощунственное написано конкретно для самого дорогого для вас человека. Ну, просто перестаньте ездить в этом транспорте и всё. Вот примерно так я бы сказал, чтобы объяснить мотивы, мотивацию поступков православных людей, потому что для нас же Бог, Господь Иисус Христос, это же не абстракция, это конкретное существо, самое близкое для нас то, ради чего мы живём. Вот в чём суть дела, а не в налогах и в наших капризах. Цинизм нашей государственной идеологии, которая, конечно же, аморальна, по-моему, достигает своего апогея, апофеоза. Много чего мы натерпелись от своего государства, но число 666 в штрих-коде, это действительно просто что-то абсолютно невероятное, приплыли, что называется. Но странно, что люди, верующие население, узнают об этом как-то периферийно, по слухам, вот, из нашей передачи. Ну а что же наш доблестный и высокочтимый патриарх московский и всеяруси? Где его страстный голос? А ведь именно он, дружа и братаясь с высшими чиновниками государства, может как-то повлиять на них и заставить отказаться от богохульских и кощунственных затей. Но что-то не слышим мы в его выступлении ни по центральному телевидению, ни на радио. Где он? Что думает Алексей Второй по этому поводу? Или он себя никак еще не обозначал в этом вопросе? Мы как раз с этого вопроса и начали. Заявление священного синода, председателем которого является как раз святейший патриарх Алексей Второй. Так может быть он лично должен выступить как персона, не от синода, а патриарх московский в Сеяруси? И сейчас выступил синод. Это, так сказать, высший совещательный орган Русской Православной Церкви. На период между поместными архиерейскими соборами. Да, на период между архиерейскими соборами. Это собор епископов, главой которого является патриарх. Без его утверждения, без его решения синод ничего принять не может. Я думаю, что святейший патриарх и сам узнал об этой проблеме. Я думаю, что он не, так сказать, пользуется интернетом, и у него нет той информации, которую я, например, занимался этим где-то два или два с половиной года. Мне, так сказать, я собирал просто информацию на эту тему из самых-самых разных источников. Я думаю, что святейший патриарх получил эту информацию, ну, максимум, там, два-три месяца. Получил пакет этой информации два-три месяца назад. Обобщил ее и результатом, и он, и члены священного синода, результатом чего явились сейчас вот эти вот, вот это вот заявление. После того, как каким-то образом официальные органы прореагируют на это заявление, мы знаем, что было довольно невнятное, а точнее, просто совершенно невнятное заявление налоговой администрации. А сейчас мы ждем, конечно, что будет сказано правительству. Все-таки где православному человеку можно познакомиться с документами, постановлениями священного синода, чтобы как-то самому успокоиться и понять, как вести себя в этой ситуации, если, скажем, ему уже предлагают в районном отделении милиции получить паспорт с новыми штрих-кодами? Или пришла из налоговой инспекции как раз бумага с этим? Понятно. С новой карточкой? В первую очередь надо ознакомиться с заявлением священного синода, которое опубликовано и в церковной прессе. Наверное, каждый православный человек может купить в храме множество церковных газет, в которых это заявление опубликовано. И, во-вторых, надо просто набраться терпения и подождать. Я думаю, что в ближайшие месяцы некое совместное решение церкви и государства будет принято. где будет найдено какое-то решение, которое поможет каждому из нас определиться в этом вопросе. Ну что же, спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашей сегодняшней передаче. Я благодарю вас за внимание. До свидания, до встречи в следующее воскресенье на канале ТВ6.